Всем добрый день! Я, как всегда, прогуливаюсь по пляжу Лазурному. Я знаю, что надо уже менять дислокацию, но решил сегодня днём опять сходить на пляж, посмотреть обстановочку, как, что, где, почём. Обстановка нормальная, люди прибавляются. С утра, если было, народа гораздо поменьше. Сейчас, ближе к полудню, народа становится побольше. Хотя, ещё полчасика, часик, и все разбегутся по домам. Фиеста. Друзья, фиеста. Её никто не отменял. Ну и в самую жару, естественно, особо не позагораешь, там скорее сгоришь, чем загоришь. Некоторым это не грозит. Некоторые очень даже хорошо загорает. Всегда. Это я не про себя. Я могу легко сгореть, у меня такая чувствительная кожа о нём, я вам скажу. Вот опять расставленные, раскрытые зонтики с вакантными местами. Пока, как понимаете, людей ещё мало. Но мы ожидаем, что вот буквально на днях уже вот-вот будет большой-большой наплыв. Судя по бронированиям, по вот этим всем делам домашним, я имею в виду, очень многие уже в пути. А может быть, даже уже приезжают. Может быть, вот сейчас вот они прямо на перроне выходят. Ну что, сегодня мы увидим дракончика, я так думаю. Подойдём к нему гораздо поближе, хотя к большим объектам близко. Вот, лучше не подходить. Вот пираты на яхту приглашают, видите. Видите. С бородой такой прям. Действительно, как будто, хотя нет, он больше похож на какого-то египетского мужа. Я имею в виду по бороде. А вот тот пиратик я одного там встречал с утра. Вот тот был вообще прям. У него даже эти красные пролетарские шаровары были такие же, вот эти. Какого-то настоящего пиратов. Вот так вот. Смотрите, сколько народу. Ну, немного. О, пеппи, длинный челок. Видите, с розовыми вставками волосы. Кстати, в этом году я не наблюдал ещё этих девушек-африканок, которые делают там французские косички. Вот, что-то их не было ещё. Видимо, им визу не продлили. Я не знаю. Ну что, можно традиционно подойти на причалу, посмотреть, как там дела. И откуда вот даже снять этого дракошу. Это родственник нашего дракариса. Только красный. И водоплавающий дракон. Пойдёмте на причал и проведём рекомендустировку местности. Я вспомнил это слово. Вчера его не смог выгибать даже. До того, вчера там, когда. Так, надеюсь, серого там плохо слышно, как он там поёт. Вот этот дракарис. Ну, сейчас я вам его покажу сверху. Запах шум болгарки слегка смущает. А, кстати, помните, мы разговаривали про это кафе. Вот оно, кстати, работает уже вовсю. Что с ней не работает, я имею в виду, проводятся эти работы, которые связаны с ремонтом. Вот, то есть я так думаю, что скоро-скоро оно заработает. Ну, наверняка, же здесь приводят всё в порядок. Итак, я традиционно, уже практически традиционно, ближе к обедам, прихожу на это место, дабы показать вам, сколько людей сегодня, девушка. Вернитесь, я всё прощу. Не уходите, не бросайте нас. Вот так как-то прозрительно у нас стоит, без зубы. По сторонам Крива. Видимо, она решила покончить с собой. А что же я несу опять-то такое? Итак, пляж Лазурный, в сторону пляжа Гренады. Людей, как вы видите, много, да не очень. Скоро будет гораздо больше, я думаю. Очень много таких чёрненьких, загорелых тел уже. То есть люди уже тут неделечку точно, наверное, отдыхают. Пляжи все огорожены буйочками. Ну, в общем, всё нормально. Обстановка на пляже положительная. Вдохновляюсь. Единственное, что ветер вот этот вот всё время опять портит. И так мой тихий голос, но ничего. Оборудование позволит чуть-чуть увеличить громкость. Вот нравится мне тут с коричневыми... Ой, вот, где вот, теперь, где ушла. Ушла. Вот тут серенький дом, белосеренький дом из корши. Красивая крыша такая, знаете, интересная очень. И вот у них там на самом верху есть такая терраска. Вот, я думаю, вот именно так терраски будет обалденный вид и, возможно, не будет так шумно. Кстати, вот многие вас спрашивают, вот какие дома поближе к морю. Так вот и смотрите на эти дома. И сейчас я отойду подальше ещё, дабы показать вам их в полном размере. Вон то, вон здание. Первое шашлычное. Лаза-холл. Вот рядом с Лазом-холлом вот этот домик серенький. Серо-белый, который, я вам говорил, очень мне нравится, красивый. Вот, это, если я ошибаюсь, гостиница Шторм. Кавказ с коричневой крышей рядом. И там ещё ряд домиков. Вот они все на берегу. Вот, на самом берегу, в прямом смысле этого слова. Ну, естественно, конечно же, всем известный, хорошо, знаменитый, именитый Прибой. Вот он. Это тоже, можно сказать, открытка посёлка Лазовская. Это колесо, Прибой. Это беседка. Ну, любой, 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 наверняка, 100% всех, кто приезжал в посёлок Лазовская, наверняка приходили в парк и видели, катались на колесе, ну, и видели, естественно, гостиницу Прибой. Я уже рассказывал как-то вам, что был свидетелем того, когда, как строилась эта гостиница, как сейчас помню эти дни. Ну, и вообще, ещё помню даже старенький, маленький ресторанчик, наверняка, не я один. Не я один его помню. Многие из вас были в посёлке Лазовской. Помните, наверняка, ещё тополя в 80-х. Вот это вот память до меня, в 80-х. Ну, в принципе, поле прошло так. Я должен, значит, вот так и хотел сказать полуматерное слово. Ну, в общем, очень маленький мальчик. Наполняем. На море. Ляжка, топораны. Вот тут такое впечатление, что перед тобой действительно панорамой ты вот наблюдаешь со стороны на жизнь людей. Вот он, пляж Лазурный во всей его красе. Ну, вернее, это у нас просто уже сложившаяся традиция, потихонечку складывается такая обеденная. Посмотр пляжей, ситуация на пляже. Я знаю, что здесь где-то есть веб-камеры, и вы можете тоже на них посмотреть. Я хотя бы еще чуть-чуть болтаю. Надеюсь, я вас оба не не выключаю. Хотя, мне просили, разговаривай, разговаривай, только не молчи. Ну, вот, я не выключаюсь, в принципе, уже на протяжении нескольких месяцев. Ну что, как вам? А вот там, смотрите, ребята, это первый парашют, который я вижу в этом году. Я не знаю, удастся мне. Ну, плохенько, плохенько, но покажу вам. Это, скорее всего, где-нибудь там в районе Дельфина Алисвирского. Уже пошел первый парашют. Я не знаю, почему на центральных пляжах, я вообще не, честно говоря, много чего не понимаю, почему ограничения такие, так если уж тут и так, то все нормально люди ходят. Вот так. Сейчас будет прыгать, нырять. Девушка, он пошел за своей дедушкой. Девушка уже там на воде уже, и он решил тоже. Давай, давай. Не, кстати, решается прыгнуть сразу. Уже в ожидании весь. Я уже жду. Да, когда ты прыгаешь, снимаю. Ну, просто. Так что давай, не подведи. Да, теперь придется по-любому. Давайте, Сережа сейчас будет прыгать. Подписчиков. Я себя снимаю. Это у меня добавится? У него вряд ли. Это у меня добавится. Запомните, это Сергей. Я уже думал, где-нибудь. Да, брызгет Сергея хороший, пошли хорошие. Там очки выгляжут. Синхронным плаванием не занимался, а? Не слышу, уже ветер смешает. Ну, в общем, давай, как синхронное плавание прям всплыл ногами вверх. Ладно, пускай ребята отдыхают. И пускай у них тоже добавится побольше подписчиков. Вот, слышите? Уже пошли объявления. Так, ребят, ну, я постараюсь все-таки сходить, прогуляться и по другим пляжам тоже. Я понимаю, что я слишком застрял на этом пляже. Просто я пришел, покупался и сразу снял все сразу в одном флаконе. Надеюсь, вам это не надает. А вон еще один дракарис плывет. Может, это не дракарис? Не знаю, куда он плывет, сейчас посмотрим. Возможно, к нам сюда, а может быть, уже господин Жабко открывает свою станцию. Что хочется на море? Да, тот бананчик идет в сторону центрального пляжа в районе парка. То есть, похоже, что господин Жабко планирует открывать или нет. Это все-таки не он. Это дальше, это дальше. Извините, ребята, это дальше. Вот открываются бананы. Все. Вот там в месте, где я купался недавно, сейчас начнутся банановые баталии. Ну что, друзья, на этом мы закончим, наверное, этот ролик. Пойду я домой. Нет, я сейчас искупаюсь. Куда же домой? Давай я пойду. Сначала искупаюсь, а потом пойду домой. Всем пока. Такая обстановка у нас на море. приезжайте. Ну, если вы не можете приехать, то просто наслаждайтесь видами. А на следующий год приезжайте, когда все будет уже хорошо окончательно, целиком и бесповоротно. Все. Всем пока, ребят, до новых встреч. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова